Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики, подписчики и случайные зрители. Я рад приветствовать вас на канале ПАР. В этом видео мы познакомимся с удивительным, потрясающим созданием, которого называют Аксолотель. Узнаем, кто он, в какой стране обитает, как за ним ухаживать, чем его кормить и что он ест в живой природе. Как разводить Аксолотели и, конечно, поговорим о самых распространенных болезнях этого милого создания и о способах лечения. Аксолотель. Внешний вид этого создания очень необычный. Он похож на динозаврика, дракончика и даже на известного персонажа из мультика Лунтика. Давайте все же разберемся, кто он и назовем пару страшных слов, а именно амбистома и неотентическая личинка. Кто такие амбистомы? С латинского языка это земноводный, который включает в себя 7 известных лягушек, менее известных тритонов, малоизученных и почти неизвестных червяк, которые достойны отдельного обзора, и саламандр. Наша Аксолотель как раз и относится к саламандрам, что значит неотентическая личинка. По сути, это явление, когда личинка или дитя, нужд другими словами, становится взрослой и половозрелой особью, оставаясь при этом все той же личинкой или ребенком. Это явление проще понять на лягушках. Все знают с детства, что лягушки откладывают икру, из которой появляются головастики. Головастики вырастают, отбрасывают хвосты и после этого становятся лягушками, после чего могут спариваться и прочее. Если бы головастики относились неотентически к личинкам, им бы не приходилось отбрасывать хвосты и прыгать на задних лапах для того, чтобы стать взрослыми и половозрелыми, как это происходит у саламандр. Аксалотель есть не что иное, как личинка саламандра, грубо говоря, головастика саламандра, которому нет нужды развиваться дальше и вылазить на сушу для продолжения рода. Хотя сделать это вполне возможно. Такое развитие и преображение называют метаморфоз. Невзирая на то, что аксалотель является личинкой и живет на личиночной стадии саламандры, его размеры не уступают взрослым развитым особям. Они достигают 30, а порой и 35 сантиметров. В общем и целом, аксалотель это личинка миксимканской саламандры. Очень интересен и тот факт, что с ацтекского языка это интересное создание звучит как ашалотель, что в дословном переводе означает «водяная собака» или «водяное чудище». Но на мой взгляд, аксалотель очень мило выглядит и создается впечатление, что он улыбается. Особой отличительной чертой от других амфибий являются внешние яркие жабры в виде трех наростов с каждой стороны головы. Цвет тела у аксалотели очень разнообразный. Все оттенки от белого до почти черного. Сейчас перед нами альбинос. Альбинос, пожалуй, самый востребанный в зоомагазинах. Однако современный зоорынок начал поставки модифицированных аксалотелей. Это нехорошо и неплохо. У модифицированных аксалотелей изменен ген цвета с помощью флуоресцентных светящихся цветов. Стоит отметить, что у этих существ нежная кожа и это играет важную роль в оформлении аквариума для аксалотеля. Но об этом мы вспомним и поговорим чуть позже. Есть небольшие зубки, а вот костей у молодых аксалотелей нет. Большая часть скелета состоит из хрящевой ткани. Мы вспоминали ацтеков и с их языка переводили название аксалотеля. Нетрудно догадаться, что родиной этого милого чуда-юда является Мексика. Есть сведения о том, что племена ацтеков когда-то употребляли аксалотели в пищу и считали, что его мясо обладает лечебными свойствами. Ареал обитания аксалотели невелик, по крайней мере в наше время. Это мутные озера среди скал в штате Мехико-Сити и старинная система водяных каналов с густой растительностью. Помимо этого стоит заметить очень важную деталь. Так как место обитания аксалотели находится на высоте более 2000 метров от уровня моря, вода, в которой они обитают, достаточно прохладная для Мексики. Более того, при температуре от 24 градусов аксалотель может даже погибнуть. Это ключевой фактор того, почему аксалотели так немногочисленны своей родины. Помимо этого, альбиносы аксалотели, такие как на ваших экранах, вообще редко встречаются в живой природе, так как их не маскирует цвет кожи и они легко становятся добычей. Вообще, в наше время аксалотели внесены в Красную Книгу, как исчезающий вид. Не особо много аксалотелей в живой природе принимают образ взрослой особи. Делают это только при необходимости. Если становится мало корма в месте обитания, или если испортилось качество воды, или от других причин. Но если это произошло, меняется не только внешний вид, но и поведение. Аксалотель в воде выглядит неуклюжим и малоподвижным. На суше это достаточно шустрая ящерица. Глаза аксалотеля смотрят всегда вверх. Но у взрослой особи расположение глаз меняется, они теперь смотрят прямо. Это необходимо так, как меняется стиль охоты. Большая часть аксалотелей живет в состоянии личинки всю жизнь. Это около 20 лет. В аквариуме, увы, живут меньше почти в 2 раза, примерно 10 лет, ну иногда до 15 лет. Но это происходит значительно реже. В 19 веке они впервые попали в Россию и страны Европы. И буквально сразу нашли себе фанатов, в том числе и среди ученых, вплоть до наших дней. Аксалотели являются популярными жертвами в научных экспериментах, в лабораториях, из-за удивительной особенности регенерировать конечности и даже нервную систему. Причем это происходит очень быстро. К тому же, в полной темноте или прекрасном свете кожа аксалотели может изменять цвет. Все эти качества аксалотели делают удивительными и необычными созданиями, интересными для содержания в домашних условиях, ко всему неприхотливы, в кормлении и в уходе. Но учтите, что за год аксалотель очень быстро вырастает в половозрелую 20-25 см особь, после чего интенсивность в росте снижается. Аквариум подобрали, дальше нам понадобится грунт. По сути, грунт не является острой необходимостью для этих милых созданий. Есть масса примеров, когда аксалотели содержат вовсе без грунта. Это позволяет видеть заводчику, что корм не остается, или наоборот, видно, где находятся остатки корма, и их легко можно убрать, дабы вода дольше оставалась чистой. Но с другой стороны, передвигаться по грунту в аксалотели намного удобней. Есть за что схватиться, зацепиться и оттолкнуться. К тому же, в грунте живут полезные бактерии, которые перерабатывают вредные соединения в воде. Не стоит забывать, что аксалотель – живое существо, и он ходит в туалет не только по большому, но и по маленькому. Так что в воде однозначно вредные соединения есть, и их обязательно нужно убирать. Но есть важные условия для грунта. Он должен быть достаточно крупный, чтобы прожорливый рот случайно его не съел, и камешки не должны иметь острых углов, чтобы не повредить кожу. Такой грунт часто называют окатанный. Многие используют песок для содержания аксалотелей. Правильно ли это – спорный вопрос, но даже если он попадет в желудочно-кишечный тракт, он беспрепятственно его покинет с переваренной пищей. На своих экранах вы видите морскую гальку. Такой грунт мы используем для временного содержания, и он не подходит для постоянного использования. Аксалотелем, соответственно. Дальше нам понадобятся все возможные укрытия, гроты, коряги, а иногда и искусственные растения. Всегда помните о том, что аксалотели предпочитают темное время суток. Укрытия им необходимы, чтобы спрятаться от дневного света или лампы. В качестве гротов часто используют кокосовую шкарлупу или старые горшки. В любом случае здесь, как и с грунтом, важно, чтобы не было острых опасных углов. Частным вопросом является, нужна ли лампа освещения. Ответ прост. Им она не важна. А вот человеку необходимо. Мы ведь заводим максалотелем для того, чтобы любоваться. Без лампы это сделать не так легко. Желательно, чтобы в аквариуме был фильтр, хотя бы простой, с механической чисткой, то есть с губкой. Напор от фильтра нужен слабый. В общем и целом, мощный фильтр не нужен. Можно обойтись и вовсе без него. Просто нужно будет чаще подменивать воду. Важной необходимостью будет термометр для воды. Помните, мы говорили о том, что аксалотель не переносит температуру выше 24 градусов. С помощью термометра вы всегда сможете контролировать температуру и вовремя принять меры при необходимости. Самая ненужная вещь в аквариуме является обогреватель. По крайней мере, если вы живете не на северном полюсе. А вот подача кислорода в аквариум не помешает. Чем больше аксалотель получает кислорода из воды, тем ярче цвет приобретают его жабры и размеры жаберной короны увеличиваются в размерах. Соответственно, чем тусклее корона и меньше, это является знаком о том, что в воде недостаточно кислорода или качество воды хуже. Есть еще один нюанс. Если температура воды поднялась до 22-23 градусов, то воду необходимо не только охладить, но и увеличить подачу воздуха. Помните о том, что чем выше температура воды, тем меньше в ней кислорода. Вот, в принципе, и все, что касается будущего дома для аксалотелей. Помимо температуры воды, необходимо обращать внимание на ее кислотно-челочной баланс. Он должен быть в пределах 7,2-7,5. Помимо всего прочего, есть вредные соединения, о которых мы вспоминали при выборе грунта. Сейчас мы не будем подробно об этом говорить, но затронуть эту тему необходимо. Ведь избыток этих вредных веществ пагубно повлияет на аксалотелей. В воде содержится аммиак от разлагающихся осадков пищи, отходов аксалотеля и прочего. Полезные бактерии перерабатывают все это дело и образуют нитриты. Другие полезные бактерии перерабатывают нитриты в нитраты. А вот нитраты нам помогут убрать аквариумные растения и подмены воды. Периодически на эти показатели обязательно обращать внимание с помощью тестов для воды. Обо всем этом вы можете узнать подробнее в видео «Азотный цикл» на канале ПАР. Конечно, не часто в аквариумах с осадками встречаются аквариумные растения. А зря. Конечно, не все аквариумные растения хорошо подходят для осадки. Но некоторые из них подходят идеально. Это могут быть Анубисы, Криптокорины, Ихинодорусы, Сальвиния, Ричи, Писи, Элладея, Кабомба, или Перестолистник. Это только малая часть растений, которые подходят для совместного содержания с осадалотелем. Для хорошего содержания нам также понадобится минимум раз в неделю делать подмены воды на свежую. Лучше всего делать подмену воды с помощью цифона, собирая тем самым отходы и остатки пищи со дна аквариума. При этом подмена воды подразумевает под собой до 30% смены старой воды на свежую, отстоявшуюся. Не нужно выдумывать и брать воду для аквариума и скважины, или покупать бутылированную воду. Это все не очень хорошо может в дальнейшем сказаться на здоровье питомца. Отстаивайте обычную воду из-под крана в течение 2-3 дней. Следующим важным моментом в содержании ксолотеля является кормление. От правильного кормления зависит 80% успеха долгожительства этих милых созданий. Нетрудно догадаться, что аксалотель хищник. Соответственно, ему нужна белковая пища. В живой природе аксалотели в качестве корма часто используют различных насекомых. Можно сказать, что насекомые для них являются лакомством. Более того, с помощью аксалотеля можно понять, когда начнется дождь. Как правило, аксалотели чувствуют приближение ненасти и поднимаются к поверхности воды. Капли дождя сбивают насекомых и те падают на поверхность, становясь легкой добычей аксалотелей. Действительно, аксалотели можно кормить насекомыми, но крылья и панции перед подачей насекомых в качестве корма необходимо снимать. Помимо насекомых, аксалотели кормят мотылем, каретерой и трубочником. Помимо этого, для кормления можно использовать дождевых червей, но перед подачей дождевых червей их необходимо тщательно промыть и поселить на несколько дней в использованную заварку чай. Таким образом, из желудка дождевого червя выйдет вся грязь и заполнится безвредной для здоровья заваркой. Можно дать мясо, например, краба, креветок, мидий и даже улиток. Также для кормления еще используют донный корм для сомов и ракообразных. А теперь о главном. Ранее говорил о том, что у аксалотели глаза расположены сверху головы и они видят только то, что находится над ними. По этой причине нет смысла кормить, кидать на дно при кормлении аквариума, так как аксалотели просто-напросто не увидит. Аксалотелю будет трудно его найти и несъеденный корм начнет гнить и портить воду. Вообще, аксалотели едят неаккуратно. Каждый раз после еды важно убирать остатки корма. Что касается подачи корма, желательно делать это руками или специальными пинцетами, если боитесь, что он вас укусит. Хотя укус не болезненный. Корм подносят сверху, так чтобы аксалотель находился под кормом. Не стоит кормить аксалотеля каждый день. Лучше всего кормить через день. Если вы хотите дать аксалотель вживую аквариумную рыбку, убедитесь, что она здорова и не будет являться переносчиком заболеваний. На этом вопросы о кормлении аксалотелей по большому счету исчерпаны. Перейдем к совместимости аксалотелей. Многим мало одного аксалотеля в аквариуме и начинаются эксперименты. С кем только не пробует сажать, на первый взгляд, неуклюжих и медлительных аксалотелей. Мало что из этого получается. Чтобы не допускать ошибок, всегда помните о том, что аксалотель хищник. Он не так активен днем, но ночью все меняется. А у рыбы все наоборот. Они активны днем, а ночью почти неподвижны. Так легко и просто рыба становится добычей. Днем все меняется. Рыба нападает на аксалотель, точнее на его пышные жабры, воспринимая их за привлекательных червячков. Помимо этого помните и о том, что температурный режим аксалотеля подходит разве что золотым рыбкам. Именно с ними они более-менее уживаются, но даже тут следует быть очень осторожными. Подбирая рыбку всегда размерами больше, чем рот аксалотеля. Другой вопрос, если вы подсадите к аксалотелю другого аксалотеля. В этом деле важно, чтобы размеры аксалотеля были примерно одинаковые. У них часто бывают стычки, во время которых аксалотели теряют конечности. Но конечности ерунда, ведь они быстро восстанавливаются, отрастают. Однако, если один аксалотель будет меньше другого, хотя бы на 5 см, ему конец. По этой причине аксалотели необходимо подбирать по размеру. Если вы планируете разводить этих красавцев, понадобится определить пол и отличить самца от самки. Для того, чтобы определить пол, понадобится перевернуть аксалотели на спину и внимательно посмотреть на клоаку. Если вы видите два вздутия, это самец. Если их нет, будьте уверены, что это самка. Помните и о возрасте. Половозрелость наступает к году и до 6 лет жизни аксалотели легко и активно размножаются. За год самка может делать 3 кладки. Но не забывайте давать самке отдохнуть и набраться сил. От кладки до кладки должно пройти не менее 2 месяцев. Для спаривания необходимо на время отсадить самца от самки. Обильно кормить. После чего посадить в 100 литровый аквариум. В меньшем объеме может не получиться, так как самец изображает что-то наподобие ритуального танца перед самкой. Для лучшего спаривания можно поиграть с температурой воды, охладив ее на 5 градусов. Как правило, саживают самца и самку вечером и оставляют вместе до 30 часов. Самец во время брачного танца откладывает белые мешочки, а самка их захватывает своей клоакой. Но не всегда все получается с первого раза. Важно, чтобы в аквариуме были растения, допускаются искусственные. На них самка будет откладывать икринки. Как правило, самка откладывает икру партиями от 5 до 20 при этом вообще. Может отложить, ну в общей сумме, может откладывать вообще до 500 икринок. Конечно, желательно икру выловить трубкой или следить за тем, чтобы родители ее не съели. Они это сделать могут. Едят они свою икру с большой охотой. Вот и в емкости, где будут храняться яйца, меняют ежедневно. Мутные серые икринки необходимо удалять. В противном случае вся икра может погибнуть. Через 20 дней икра проклевывается и на свет появляются малюсенькие аксолотели. Они имеют жабры, как и родители, но похожи на головастиков. У них еще нет ног. Задние лапы появляются, как правило, через неделю, а передние примерно через 3 месяца. С первых дней жизни малышей необходимо кормить. Это может быть вареный желток или живая пыль. По мере роста корм дают крупнее. Дафнию и циклопа. После чего переходят на мелкого мотыля. Дальше за ним ухаживают, как и за, ну вообще за всеми мальками дальше, после того, как они начали уже есть мотыль. Уже ухаживают, как и за всеми другими взрослыми особами. Но опять же нужно отсаживать, смотреть, кто из них быстрее развивается, кто медленнее. И, соответственно, крупных к крупным, мелких к мелким. Все будет зависеть от того, кто как будет есть, с каким аппетитом. По поводу разведения, стоит сказать, что бывают и случаи спаривания в общем аквариуме. В общем и целом, они достаточно плодовиты и не требуют особых усилий для этого. Для качественного содержания аксолотелей необходимо знать хотя бы пару часто встречающихся недугов. Сейчас мы их и рассмотрим. Однако нужно понимать, что у аксолотелей очень сильный иммунитет. И если аксолотель заболел, значит условия жизни аксолотеля очень плачевны. Это может быть объем аквариума, качество воды или температурный режим. Для начала поговорим о том, что может восстановить аксолотель. А это ни много ни мало жабры, лапы, хвост, кожу может восстановить печень, почечную ткань, части периферической и центральной нервной системы и даже сердце. Как правило, пострадавшего аксолотеля отсаживают в отдельную емкость с холодной водой. Многие болезни аксолотеля такие же, как и у рыб. Чаще всего аксолотель подвержен бактериальным атакам. Первые симптомы – отказ от еды и красные пятна. Помочь избавиться от этого недуга помогут соляные ванны. Самое главное – не переусердствовать, так как соль может повредить открытые жабры. Максимально применимая доза – 1 столовая ложка на 10 литров воды. Ванны принимают 1 раз в день в течение 10-15 минут. Сапролигниоз – поражение кожи и жаберного аппарата. Опять же, резкое уменьшение жабер, вялость и отказ от еды. И опять же, можно применять соляные ванны. Холодная вода обязательно должна при этом быть. Из лекарств можно использовать Микапур от компании Сера, по инструкции, конечно же, или метиленовый синий. Также используют часто лимумимицетин, актитап, 1 таблетка на 10 литров воды. Применяют 2 раза в неделю. Не стоит использовать малахитовый зеленый в чистом виде. Можно навредить этим крошкам. Хочется сказать о том, что иногда аксолотели помещают в холодильник. Дело в том, что при пониженной температуре жизнедеятельность аксолотелей замедляется. Замедляются все процессы в организме. Таким образом, дают время исчезнуть некоторым болезням или легче ее перенести. Этот метод используют во всех непонятных случаях со здоровьем с аксолотелями. Тут нужно знать пару важных моментов. Первое, что для этого нужно, это тара. Пластиковый короб с крышкой или контейнер. Его размеры должны быть чуть больше самого аксолотеля. При этом глубина должна быть такой, чтобы аксолотель был полностью погружен в воду, а над ним оставалось примерно 2 см пространства. В крышке необходимо сделать маленькие отверстия для того, чтобы малыш не задохнулся. А также необходимо, чтобы вода была привычной для аксолотеля. При этом переход к пониженной температуре должен быть постепенным в течение 2-3 дней. Температура в холодильнике или отсеке, где будет находиться аксолотель, должна быть не ниже 5 градусов. Ну и не более 8 градусов. Конечно, все это будет бессмысленно. В течение пребывания аксолотеля в холодильнике корм не дают. Тут появляется вопрос, как долго можно не кормить это создание. Если он до этого хорошо ел, то аксолотель может выдержать голодание до 40 дней. Но лучше до 40 дней не доводить, конечно же. Потому что это максимальный, так сказать, экстремальный вариант. В принципе, на этом видео уже подошло к концу. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Понравились аксолотели, которые приняли участие в этом видео, а их было 4. Делитесь под этим видео своим опытом, если являетесь обладателем этого чуда. Понимаю, что у канала Пары есть много недостатков. Мы много еще не сказали, очень много еще хотелось сказать. Поэтому вы можете то, что мы не договорили, оставить в комментариях и написать нам. А также не забывайте о том, что у канала Пары есть группа ВКонтакте. Ссылка на группу находится под этим видео. Делитесь в группе фотографиями своих аквариумов и других питомцев. Общайтесь и делитесь своими мнениями. Дальше предлагаю посмотреть под музыку картинки аксолотелей из просторов интернета. Всего вам самого доброго и до новых встреч в новых видеообзорах. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok